Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня на календаре у нас 13 июля и киевское время 18 часов. Сегодня ролик выходит немножко раньше. Ну, так сложились обстоятельства. Надо отметить, что продолжается Шахеда-Бесия. Очередная ночь, очередная атака рашистских оккупантов по территории Украины. На сегодняшний день самое, наверное, менее удачное из всех предыдущих, потому что практически все сбито. Все, что летело, во всяком случае, из числа дронов и крылатых ракет, единственное уточняется по оперативно-тактической ракете. Но все равно Шахеда-Бесия продолжается. Я думаю, что это было связано по двум причинам. Первая, это может быть связано с проведением саммита НАТО, который вчера закончился. И они, продолжая эти первые два дня, они решили еще продолжить и дальше. Второй момент, это может быть, что скорее всего более вероятное, это они поднакопили немножко Шахедов. Мы помним, несколько было рейсов Ил-76 из Тегерана в Москву. Поднакопили немного Шахедов и, вы видите, давно не было ракетных ударов. Там 2-3 ракеты, это не удары. Это, скорее всего, они подкапливают количество ракет. И Шахедами пытаются вскрыть нашу систему ПВО. Потому что сегодня, допустим, удар был широкий, был по Хмельницкой области, по Днепропетровской области, по Днепру в городу и по Киеву, Киевской области. Но обо всем давайте по порядку. Итак, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка, Широкая Балка и Малая Такмачка, Новопокровка имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. То есть здесь мы продвигаемся вперед. Наносят огневое поражение артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы. Да, тут надо отметить, что переброска резервов у российских войск идет полным ходом. Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины и дальше игнорируют законные обычаи войны, используя тактику террора. В ночь сегодня, на 13 июля, российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства «Шахет-136-131». Направление атаки было северо-восточное из Курска, ну там из района Курска, и юго-восточное из Приморско-Ахтырска. Ахтарска. Приморско-Ахтарска. Это Краснодарский край. Вот с двух направлений прилетели сегодня ночью дроны. Кстати, работало ПВО, очень серьезно работало ПВО, город длительное время не спал. Даже посол Великобритании написал в своем твиттере, что всю ночь просидела в бомбоубежище и поблагодарила ПВО Украины за обеспечение безопасности в городе Киеве. Но, тем не менее, также противник применил две крылатые ракеты «Калибр» с Черного моря и одну баллистическую ракету «Эскандер», которая была запущена из района Джанкой, города Джанкой, в Крыму. В результате боевой работы все 20 ударных дронов были уничтожены, преимущественно в Киевской области. Основная масса дронов летела на Киев. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты «Калибр». По поводу последствий пуска ракеты «Эскандер», где она ударила, сейчас информация уточняется. На данный момент пока нет. Там еще ставится под сомнение, что был ли это «Калибр» или какая-либо другая ракета. Так что подождем уточнение информации. Я так понимаю, завтра в итогах прошедших суток мы уже будем знать более подробно. К отражению этой атаки привлекались зенитно-ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины. Ну, имеется в виду сухопутные войска. За текущие и минувшие сутки авиация воздушных сил Украины нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам. За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Шахет». Всего было задействовано 15 дронов «Камикадзе». Это предыдущая ночь, прошедшие сутки. В результате успешной боевой работы сил обороны Украины было уничтожено 11 беспилотников из 15. В общем, враг, включая это, нанес еще и 60 авиационных ударов за прошедшие сутки. Кстати, один из ударов пришелся сегодня утром на остров Змеиный. Как сообщает оперативное командование Юг, на рассвете противник применил тактическую авиацию и нанес бомбовый удар по острову Змеиный. Но тут надо сказать, что они наносят удар по острову Змеиный. И предыдущий удар, не вчерашний, а позавчерашний удар шахедами, который пришелся по Одессе, это была попытка нанести удар по портовой инфраструктуре. И я думаю, что вот этот удар по порту Одесса и удар по острову Змеиный, это надо отнести, скорее всего, к зерновой сделке. Зерновая сделка, Россия никак не хочет соглашаться на эту зерновую сделку. Там уже, ну, как бы, они выдвинули свои условия. Я вам их оглашал о том, что, первое, Россельхозбанк подключить к системе SWIFT, снять с него санкции и разрешить России торговать удобрениями через балтийские порты. Порты на Балтике. Но предполагалось, высказывалось предположение, что, может быть, с банком будут какие-то уступки России. Ну, как всегда нашелся слабое звено, нашлось это генеральный секретарь ООН, который такой впечатлил, что он находится в штате администрации президента Российской Федерации, у Путина, на зарплате. Он предложил снять санкции с Россельхозбанка и подключить его к программе SWIFT. Это программа для проведения международных платежей и получения валют. То есть, подключив этот банк, Россия получит еще один источник валюты для финансирования войны и поддержки своей экономики. То есть, получается, что одним своим предложением генеральный секретарь ООН полностью перечеркивает весь одиннадцатый пакет санкций, который тот же самый Европейский Союз и страны-партнеры, которые поддерживают Украину, летит просто коту под хвост. Вот такие вот у нас договорители, вот такие у нас есть миротворцы. Далее, противник также совершил еще 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть и дети. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. В качестве, тут как бы далеко не надо ходить, в Запорожье сбитый шахет упал, там 6 человек получили ранения, в том числе и дети среди них над центром города, в парке днем. В Киеве, в Дарницком и в Соломенском районах упали обломки сбитых шахедов, повредили в жилом доме квартиру. В одной из квартир при тушении возник пожар, при тушении пожара было обнаружено тело мужчины. Ну сейчас экспертиза выясняет, он погиб в результате ударов, вот этих попаданий, этих осколков или какая-то другая причина смерти. Вот, и есть несколько человек пострадавших, в том числе некоторые из них госпитализированы, то есть ранения получили средней и средней тяжести. Так что, ну, не обходится, к сожалению, без жертв, но Россия продолжает, рашисты продолжают этот террор. Они прекрасно понимают, что они делают, они прекрасно понимают, куда летят эти шахеды и для чего они летят. Убивать, как можно больше убить гражданского населения или покалечить, для того, чтобы вызвать неприязнь в обществе к этой войне, чтобы сдаться. Таким образом они нас пытаются принудить к капитуляции. Противники дальше сосредотачивают основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. В течение суток на этих направлениях произошло более 35 боевых столкновений. По порядку, по оперативным направлениям, на Волынском и Полесском направлениях, здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных районах с Украиной. Ну это мы с вами об этом знаем. Мы бдим, наблюдаем. Там никаких, слава богу, никаких изменений нет. Ротации давно нет. Вчера началась ротация российских мобиков, которые проходили в Осиповичах на подготовку на полигоне. Они перемещаются на Донбасс. Когда будет заезд следующих, ну посмотрим. Разведка нам об этом сообщит. На Северском и Слобожанском направлениях. Тут противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные артиллерийские обстрелы более чем 10 населенных пунктов. Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Тут вы пишите в комментариях разъяснить ситуацию. Я вам объясняю. Там нет наступательной группировки. Там сосредоточено порядка, ну на эти три области, вот если вы посмотрите на всю протяженность границы, она там довольно большая. Там почти 500 километров. 50 тысяч войск. Где-то примерно наша разведка оценивает в 50 тысяч. Это все, что стоит вдоль границы. Это вот те войска, которые стреляют по нашей территории. Плюс российская. И войска, как они их называют, прикрытие государственной границы. Там же где-то в районе Сумской области, вот почему в Сумской области отселение людей. Я бы не связывал это с возможной диверсией на Курской атомной станции, как некоторые считают. Я не думаю, что Россия решится. Курск очень близко к Москве. И на Курской атомной станции установлены два типа реакторов. Там есть старый тип реакторов, который такой же, как на Чернобыльской атомной. И есть новый тип реакторов. И так рискнуть, потому что, если, не дай бог, диверсия будет на старом типе реакторов, то тогда они получат Чернобыль. Прямо в Подмосковье. Вот. Поэтому я думаю, что вряд ли. И сейчас немножко, видите, угомонились с этими ядерным шантажом. Поэтому, скорее всего, я просто там говариваю версии, там выдвигались, задавали вопрос точнее. С чем связано? С Курской атомной или нет? Скорее всего, отселение людей связано с тем, что расистская артиллерия в основном приграничную зону обстреливает. Там замечено, напротив Сумской области, замечено 22-е подразделение 22-й бригады спецназа ГРУ Рашистской Федерации, которая занимается разведной диверсионной деятельностью. Кстати, по рассказам очевидцев, примерно в этих селах, которые находятся в 5-километровой зоне, там, если осталось 5-10% населения, не более того, остальные уже давно уехали. Каждый день кроет артиллерия, работают снайперы. То есть, человека могут убить в любой момент. Поэтому, именно в связи с этим, скорее всего, и связано отселение местного населения. Тем более, что, видите, была поправка, я вчера вам говорил об этом, что не принудительно, а настоятельно, будем так говорить. Настоятельная просьба покинуть эти территории, переселиться в более безопасное место. Потому что вот такая вот обстановка. Далее, Купенско-Лиманское направление. Здесь идет очень тяжелая обстановка, противник пытается наступать. Это из одной из, наверное, самых тяжелых на сегодняшний день направлений. Они подкопили там довольно неплохую группировку. Ну, кстати, вы пишете в вопросах, что как же так, ай-яй-яй. Все нормально в том плане, что я вам говорю, что очень тяжело, но не критично. Наш генштаб видел, что они накапливают там войска. Это не явилось неожиданностью. То, что они имели частичный успех в направлении населенного пункта Торская, их остановили. Они чуть-чуть продвинулись вперед и остановили. Они хотят выйти вот от Торского до Ямполя. Там есть такая гряда водохранилищ, плавней. Вот они хотят выйти на этот рубеж. Ну, это замысел такой. Но этот замысел, я вам рассказывал, что он провалился зимой, в зимнюю наступательную кампанию Российской Федерации. Он провалится и сегодня. Они, да, они имели частичный успех. На сегодня оборона держится и противник остановлен. Уже вторые сутки идут ожесточенные бои, но противник успеха не имеет. Они стоят на месте, мы наносим им поражение. И удерживаем оборону на тех рубежах, который сформировался буквально три дня назад. Поэтому там, да, они хотели бы еще наступать и на направлении Лимана, но для этого им надо взять Белогоровку. Белогоровку в Луганской области взять у них, ну, никак не получается. Мы довольно хорошо ее удерживаем и у нас там, в принципе, достаточно сил и средств для того, чтобы ее удержать. Так что здесь ситуация тяжелая. Здесь мы ведем, ну, будем так говорить, глубокую оборонительную операцию. Кстати, сразу скажу, что задаете вопрос по поводу того, так мы в обороне или в наступлении. Сейчас переходный период. Мы больше, наверное, в обороне, потому что все-таки противник на большей части оперативных направлений пытается вести наступательные действия. Мы ведем оборонительную операцию. В большей части. Но все равно вот на трех направлениях, на Бахмутском, на Бердянском и на Мелитопольском мы атакуем и продвигаемся вперед. Вот у нас, кстати, успеха больше. Мы движемся вперед. Да, маленькими шагами, но мы движемся. Вот. А противник в большей части наступает, но в меньшей части, вот на трех направлениях они ведут, ну, Бахмутское не берем, на двух направлениях они ведут оборонительную операцию. Даже на трех все-таки, на трех. На Херсонском направлении, или Таврийское еще его называют, на Мелитопольском и на Бердянском направлении они ведут оборонительную операцию. На Купинском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском они ведут наступательную операцию. На Бахмутском направлении там направление разбито на участки. На направлении Хромова они ведут наступательную операцию, действие точнее, там нельзя назвать операцией, масштаб намного меньше. Мы ведем на севернее Берховка и Клещевка, мы ведем наступательные действия. Вот такая вот, нельзя сегодня так четко сказать, что противник перешел к наступательной операции, мы перешли в стратегическую оборону. Мы остановились и перешли. Нет, мы не остановились. Мы просто снизили темп и сейчас, я так понимаю, принимается решение, плюс подход боеприпасов новых, подход техники и вооружения новой, что на восполнение потерь, мы же тоже понесли потери в ходе наступательных операций на разных направлениях. Вот он и образовал вот такую паузу, которая образовалась сегодня, которую мы видим, наблюдаем сегодня на некоторых оперативных направлениях. Поэтому действительно складывается впечатление, что вроде как мы вернулись к оборонительной операции. Нет, мы в большей степени проводим оборонительную операцию так же, как и проводили, но наступательные действия мы продолжаем. То же самое противник. Проводит в большей части наступательную операцию, но на отдельных направлениях перешел к оборонительным действиям, проводит оборонительные операции. Итак, мы подошли к Бахмуту. Ну, в принципе, я уже почти все по Бахмуту рассказал. В районе Клещиевки у нас продвижение вперед. Мы опять закрепляемся на новых рубежах. Кстати, Клещиевка. Мы уже практически нависли над Клещиевкой. И я думаю, что отход из Клещиевки это уже вопрос в ближайшие недели. По Бахмуту, ну, там сложнее сказать, потому как больший участок местности, город все-таки был довольно большой, 70 тысяч населения. Вот. Поэтому там мы просто берем под огневой контроль настолько, насколько позволяет на дальность достигаемости нашей артиллерии. Вот. Ну, а на юге, а насчет Клещиевки там уже вопрос ближайшего времени. Ее освобождение и переход под контроль вооруженных сил Украины. В районе Берховки мы остановили, отбили все контратаки российских десантников. Не помогло им вбрасывание в бой или ввод в бой парашютно-десантного полка на этом направлении. Вот. И я так понимаю, что у нас сейчас будет небольшая перегруппировка в районе Берховки и мы дальше продолжим наступательные действия. Тем более, что вернемся немножко к Лиманскому направлению. Там мы начали движение на Солидар. В направлении Северск-Солидар, вот в этом направлении мы начали продвижение. Мы имеем успех, мы вклинились в оборону противника. И, ну, если я не... Да, я 4 километра до Солидара. То есть наша артиллерия уже полностью покрывает Солидар и берет город под огневой контроль. 4 километра от наших позиций до Солидара. От линии фронта, точнее, не от наших, от линии фронта до Солидара. Так что здесь, видите, мы даже на Лиманском направлении мы пытаемся проводить на отдельных участках наступательные действия. И у нас получается. Мы движемся вперед. Авдеевка. Ну, вот здесь оборонительная операция наших войск. Противник пытается наступать. И пытается наступать в эти сутки. Они пытались наступать в районе Авдеевки и в районе Керамика Донецкой области. Все атаки были отбиты. Линия фронта без изменений. В Маринке тут все без изменений. В самой Маринке были попытки наступления рашистских войск. Все попытки на данный момент отбиты. Линия фронта без изменений. Бердянское направление. Здесь тоже идут. Противник пытался в районе Новомихайловки наступать. Это контратаки противника. Они были безуспешны. Это, кстати, происходит обычно после продвижения наших войск. Они, как правило, минимум один раз, а то иногда два и три раза контратакуют, чтобы вернуть утраченные позиции. И, кстати, если у них это не получается, то в ближайшее время мы должны увидеть там продвижение наших войск. То есть, генеральный штаб нам покажет те позиции, на которых мы закрепились и отбили контратаки врага. На заворожском направлении, или мелитопольском направлении, так его еще иногда называют, в районе населенного пункта Приютное наши войска имеют успех и закрепляются на новых рубежах. Ждем, ждем, будут ли здесь противник проводить контратаки. Также идут бои в районе Работина, довольно тяжелые. Кстати, тоже задавали вопрос, в районе Работина мы практически дошли до первой линии обороны. Практически мы уже вот-вот упремся в первый окоп этой линии обороны. И дальше, я так понимаю, генеральный штаб будет принимать решение о том, где и как ее прорывать. Это, кстати, одно из мест, где мы дошли до первой линии обороны. Там сейчас идут ожесточенные бои, пока ситуация неизвестна, но данных об изменении линии фронта в районе Работина нет. А вот в районе Приютного мы продолжаем срезать Времовский выступ, который мы уже практически срезали, там осталось чуть-чуть. И мы фактически выравниваем линию фронта в ноль. Точнее, вот эту дугу мы выравниваем в прямую линию, что дает нам преимущество в плане отсутствия фланговых угроз со стороны противника. Херсонское направление. Здесь продолжается ожесточенное столкновение. Ну, трудно сказать, потому что там регулярных наших войск нету. Там есть наши спецы. И они в районе Антоновского моста. Да, вы правильно говорите, что Антоновский мост это практически начало Олешек. И противник пытается там как-то противодействовать, пытается как-то остановить наши силы. Но у него практически ничего не получается. Мы надежно удерживаем там вот этот плацдарм. Его уже даже показали на карте Дипстейт. Это говорит о том, что он под нашим контролем. Единственное, что остается врагу, это наносить огневые удары по правому берегу Днепра. И вот в прошедшие сутки более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийскому ударам со стороны рашистских оккупационных войск. Наша артиллерия работала в ответ, проводила контрбатарейную борьбу. Там, где мы это успевали, где мы ловили на огневых позициях артиллерию противника. В основном досталось Днепропетровской области, но это Никополь там страдает очень часто или постоянно от обстрелов артиллерии, рашистской артиллерии. Ну и Херсонская область и городу Херсону. Городам Херсонской области или населенным пунктам Херсонской области вдоль правого берега Днепра и самому городу Херсону. Ну вот тут такая... В качестве вывода можем сказать, что есть вот Клещиевка и Приютная. Это продвижение наших войск вперед. В основном линия фронта без изменений. На Купинском-Ливанском направлении идут тяжелые бои. Но все равно противник остановлен. Это как общий вывод по оперативной обстановке. Ну вот тут подбросила нам информация Министерства обороны Великобритании. Можно сказать разведка, они пишут иногда британская разведка, иногда пишут Министерство обороны Великобритании. Так вот, они уже посчитали и сказали, что силам обороны Украины удалось вернуть под контроль 300 квадратных километров. Вот на сегодняшний день 6 недель наступления, 5, извините, 5, сегодня 13-е, да, 5 недель наступления, 300 квадратных километров мы вернули под свой контроль. Учитывая, что сейчас происходит на линии столкновения, это первый этап наступления. Ну то, что я вам рассказывал. Помните, что мы давим на врага с двух сторон. С одной стороны мы поддавливаем его на переднем крае, то есть проводим наступательные действия. Пытаемся продвигаться вперед, у нас это получается, он несет огромные потери. Плюс противник вынужден подтягивать резервы. Причем мы уже знаем, что доходит до стратегических резервов, они вытаскивают. Особенно в полосе действия 58-й армии, а это от Углидара до Каховского водохранилища, ну бывшего. Теперь уже, вот на этом фронте действует 58-я армия. Она усилена частями и подразделениями еще четырех армий общевойсковых, расистских войск. Вот, и они уже вытягивают резервы из все, которые есть на сегодняшний день. Для того, чтобы заполнить первую линию обороны. Вот, так что следует говорить об изменении тактики военного противостояния. Это отметили в Минобороны Великобритании. Наши защитники, в отличие от расистов, используют тактику НАТО, так называемую лягушечьих прыжков. То есть, маленьких, коротких прыжков, но частых. И причем в разные стороны. Вправо, влево, вперед и вперед. Вот, которая себя прекрасно показала на Харьковщине и на правом берегу Днепра. То есть, все наши наступательные операции были построены примерно на этой тактике, но с разным масштабом, с разным масштабированием наших наступательных действий. Такая тактика позволяет избежать многочисленных жертв среди личного состава сил обороны Украины. То есть, даже британская разведка отмечает то, что мы бережем личный состав и стараемся малыми шажками постепенно продвигаться вперед. Сколько еще выдержит расистская оборона? Ну, сказать очень трудно. Довольно она неплохо подготовлена. Надо это отметить, мы это констатируем. Вот, но посмотрим, сколько она выдержит. Особенно при таких, чуть ниже, в следующем разделе я вам расскажу про ситуацию в 58-й общевойсковой армии расистов. Что там творится? Ну, как в песне поется, встанье противника, крики и паника. Вот, примерно, это творится в 58-й армии. Оккупированные территории. На временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания в гостиницы «Дюна» в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг. Также противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам уже, не на улицах ловят людей, а пообходят дома и квартиры местных жителей, проверяют личные документы, мобильные устройства, чтобы не передавали данные. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население, выявить те, кто помогает силам обороны Украины. По Бердянску там вообще двойная новость, двойная хорошая. Позавчера мы там разнесли запасный командный пункт 58-й армии, опять же этой же армии, 58-й армии, многострадальной, чтобы она быстрее загнулась. И там погиб замкомандующего армии. Кстати, он, по-моему, был либо начальником ВВС армии, либо начальником ПВО армии. Вот точно не помню, надо уточнить. Но неважно, он был заместителем командующего армии, он там погиб. Рашисты прислали туда ОМОН. В основном, это Дагестан, из Дагестана ОМОН. Непонятно, что они там делали, почему именно ОМОН прислали для разбора завалов и эвакуации тел. Как только там собралось большое скопление вражеских военных, мы нанесли туда повторный удар. Так что, кстати, ПВО работало, там говорят местные в Бердянске, рассказывают, что ПВО там стреляло как пулемет во все стороны. Ну, все ракеты Штормшедов достигли своей цели. Ни одна ракета, ну, у них нет. Я понимаю, что не могут признать расисты, что они такие ракеты, как Штормшедов, и сейчас вот Скальп французский появится у нас, появился уже, говорят. Нет средств, которые бы их перехватывали. Они доходят до цели, и перехватить их невозможно. Теми средствами, которыми располагает Российская Федерация. А сейчас Турция еще предоставила компоненты комплекса С-400, в частности, радиолокационную станцию. Это одна из главных компонентов в плане создания системы ПВО. По специалистам НАТО. И НАТОвцы теперь могут спокойно изучить досконально, до винтика, до гаечки, разобрать, собрать, посмотреть алгоритмы работы, схемы принципиальные, самой радиолокационной станции, и определить все ее ТТХ и возможности. Так что, спасибо Эрдогану, и НАТО в ближайшее время будет понимать, что такое С-400, и как его можно обходить. Так что, ну и заключительная часть военной обстановки, это то, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 6 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Также 4 удара по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Это сработала наша артиллерия. В целом, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали. Окупантов 510 душ, техники в танках 2 единицы, боевых бронированных машин 9 единиц, артиллерийских систем 23 единицы, реактивных систем залпового огня 4 единицы, средств ПВО 6 единиц, беспилотников оперативно-тактического уровня 26 единиц, автомобильной техники 17 единиц и специальной техники 5 единиц. Вот такой вот урожай собрали Силы обороны за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и поговорим мы с вами о военно-политической обстановке, которая происходит вокруг нас и в нашей стране, в Украине. Ну самое главное событие, которое до сих пор нисходит с первых полос газет, хотя уже прошли сутки и у нас новости меня обновляются с неимоверной скоростью, быстрее ветра, это саммит НАТО. Я вам вчера говорил и пытался разложить отдельно в разные корзины, нельзя все яйца складывать в одну корзину, в разные корзины. Есть корзинка, а саммит НАТО, есть корзинка, то что происходило на полях саммита НАТО. Там был и саммит Большой Семерки, там был и фактически было частично, ну можно так сказать, работа по формате Рамштайн, потому что страны, те страны, которые являются нашими партнерами, и они же и члены НАТО, они говорили о предоставлении нам военно-технической помощи, мы об этом тоже сегодня еще поговорим. Так вот саммит НАТО, вот я хочу выделить, чтобы вы понимали. Саммит НАТО в своей повестке дня принял три решения по Украине. Три пункта в общем решении саммита НАТО касательно нас с вами. И три этих пункта звучат следующим образом. Они это представляют как один пакет, который состоит из трех частей. И первое, это дать Украине многолетнюю программу практической помощи. Мы еще это расшифруем, что это значит. Второе, создать координационный совет НАТО-Украина. Он уже создан, первое заседание вчера, там же на полях саммита и произошло. Опять же на полях саммита, а не в рамках. И позволить Украине присоединиться к Альянсу без прохождения плана действий по подготовке членству. Вот это итог саммита НАТО. Три пункта. Долгосрочная программа помощи. Создание координационного совета Украина-НАТО. И присоединение к Альянсу по ускоренной процедуре. Вот это то, что надо запомнить и понимать, к чему пришел Альянс и что он обсудил. Теперь то, что происходило на полях саммита. Ну, во-первых, был парад представителей стран в плане предоставления пакетов помощи Украине. Частично я вам вчера об этом говорил. Сегодня мы еще тоже об этом говорим. Скажем, ну, например, смотрите, вот к тому же списку, что я называл вчера, добавилось еще... Там вчера была Германия, по-моему, Швеция и Дания. Сегодня добавилась Великобритания, Норвегия и Япония. Они тоже объявили о предоставлении Украине новых пакетов помощи. И Британия выделит помощи нам на 65 миллионов долларов. Она будет включать дополнительные боеприпасы для танков Challenger 2, более 70 боевых и логистических машин и пакет поддержки на сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов для ремонта оборудования, которое они поставляли нам ранее. Далее, Норвегия. Норвегия передаст Украине еще две системы ПВО на Самс. Это очень важно. Не две пусковых, вот как немцы, по-моему, нам передают Петриот. Это просто расширит возможности батареи той, которая у нас есть, того комплекса. А они дают нам два на Самса, два комплекса на Самс. Помним, прекрасный комплекс, 10 из 10 выбивает, постоянно, никогда не промахивается и лупит точно в цель, в десяточку, все время. В них войдут пусковые установки, центры управления огнем. Ну, в принципе, как и комплекс и был. А также нам передадут тысячу микродронов Black Hornet. Это маленькие дроны, он умещается на ладони, летает на несколько километров. Ну, для пехоты это вообще глаза и уши. Он и слышит, и видит. У него есть тепловизор при таких минимальных размерах. То есть, он может применяться как днем, так и ночью, так же и в плохих погодных условиях. То есть, для нашей пехоты это просто незаменимая вещь. Ну, и Япония передаст нам систему обнаружения дронов. Как она будет выглядеть, что это за система, к сожалению, пока расшифровки нет. Я думаю, в ближайшее время нам все это разъяснят и я вам в подробностях доведу. Далее, теперь, там же, в Соединенные Штаты огласили о том, что они нам передают кассетные боеприпасы. Кстати, в подтверждение этому уже наш генерал Тарнавский подтвердил. Он у нас командующий оперативно-стратегической группой войск Таврия. Вот, понимаете, да, название, где он это самое, командует войсками, где они воюют. Так вот, он заявил, цитирую, мы только что их получили, это сегодняшнее заявление, кстати, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя, заявил командующий оперативно-стратегической группой войск Таврия генерал Тарнавский. Скажу так, что по итогам, вы же знаете, что всегда статистика, она ждет после, постфактум. Они собирают данные и потом определяют статистику. Так вот, статистика Вьетнамской войны говорит, что один к восьми. На один кассетный боеприпас приходилось восемь осколочно-фугасных. То есть, надо было выпустить по вьетнамцам, витконговцам, восемь осколочно-фугасных снарядов или один кассетный. Кассетный боеприпас это выбивание пехоты и бронированной техники из боевых порядков врага. Так что, для 58-й армии, опять же, это там же, кстати, для 58-й армии это будет теперь вырванные годы. Так вот, это еще, это был со стороны США и сразу же подтверждение. А вот саммит НАТО, страны Большой Семерки, ну это не был неформальный саммит НАТО, но это было заседание и принятие решения в формате стран Большой Семерки. Так вот, страны Большой Семерки на полях саммита приняли решение помогать развивать Украине оборону на земле, в воздухе и на море. Предоставлять ресурсы, необходимые для отражения любой агрессии, в том числе и в будущем. Это заявил Джо Байден от имени стран Большой Семерки. То есть, Большая Семерка подтвердила, что военно-техническая помощь в виде вооружения, необходимых техники, боеприпасов, материальных средств она будет идти. И в том числе, если понадобится, то и в будущем. Это уже, кстати, заявка на гарантии безопасности. Далее, они будут обучать украинские силы, обмен разведданными и помощь в киберзащите оказывать. Это вот все от Большой Семерки. Помощь в осуществлении реформ, которые нужны для будущего вступления в НАТО, тоже они будут. Кстати, тут очень интересный момент. Я понимаю, что план действий по подготовке членства, он предусматривает реформы. И реформа номер один стоит там борьба с коррупцией. Естественно, наше руководство хотело бы этот план избежать. И в том числе. Но натовцы придумали другой вариант. Они назвали это годовой национальный план. И вот этот годовой национальный план по подготовке к вступлению в НАТО предусматривает борьбу с коррупцией. Реформы в том числе и в судебной сфере, и в других сферах. Так что реформ нам не избежать. Или, я не знаю, уже просто в добровольно-принудительном порядке нам придется проводить все-таки эти реформы. Сколько бы ни упиралось наше руководство, но реформы проводить придется. Далее. Обязательство направить приглашение Украине присоединиться к НАТО. Тоже такой пункт есть. Когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Условия, я сказал, это борьба с коррупцией. Ну, это реформы. Будем так говорить. Начиная с борьбы с коррупцией. Это главная реформа нашей страны. Вот. И, соответственно, вот эти условия, когда будут выполнены реформирования, тогда мы получаем официальное приглашение. И фактически, как Швеция и Финляндия, без плана подготовки членства, мы просто, отвечая на заявку, вступаем в ряды членов НАТО. Джо Байден уже даже посчитал, что мы можем стать 32-м членом НАТО. Далее. Способствует развитию промышленной базы Украины. То есть, инвестиции, вкладывание денег в нашу экономику будут в довольно больших объемах. Ну, и, кстати, это подтвердил фраза, которую подтвердил наш президент, президент Зеленский. Он сегодня в одном из своих обращений сказал, что нам важно в течение года закончить войну, для того, чтобы мы в дальнейшем вступили в НАТО и имели систему коллективной безопасности. И они стояли один на один, лицом к лицу с врагом. Так вот, здесь тоже важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне, следующий саммит будет в Вашингтоне, по-моему, он проходит весной, следующего года. Так вот, важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы победили в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до вступления в НАТО. Кстати, по поводу гарантии безопасности. Здесь очень интересный момент. Вот то, что я сказал там. Предоставление техники и вооружения, боеприпасов, всех видов военно-технической и гуманитарной помощи, финансирования и помощь в подготовке и обучении наших войск. Это все входит в пакет безопасности. Это, значит, Большая Семерка приняла рамочную декларацию. Она действует как рамочное соглашение о предоставлении нам вот этой вот помощи. Теперь, в чем заключается? Во-первых, к этому декларации могут присоединиться любые страны. Тут уже нет никаких. Они вот, Семерка берет это все за основу. Любая страна может присоединиться к этой декларации. И напрямую сейчас наше руководство, допустим, наш МИД сейчас, или там Министерство обороны, я не знаю, кого определят главным в этом, будет напрямую с каждым из этих государств, которые подписаны этой декларации, плюс присоединившиеся страны, мы будем заключать партнерские договора, в которых будет прописан механизм оказания нам военно-технической помощи в качестве гарантии безопасности. Вот такой вот механизм. Кстати, Нидерланды оказались первыми, и уже глава МИД Нидерландов сказал, что их страна присоединяется к гарантиям безопасности для Украины. Министр иностранных дел Нидерландов сообщил, что его страна решила поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую вчера на саммите НАТО согласовали лидеры Большой Семерки. Вот такие вот итоги. То есть, всесторонняя помощь для защиты Украины и восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности, гарантии приглашения в НАТО при условии проведения, точнее, не выполнения, а при условии проведения кардинальных реформ в стране. Вот такой вот можно сделать краткий итог по саммиту НАТО. Ну, еще две маленькие новости есть. Одна из Турции пришла по поводу азовцев. Очень много мы там спорили, обсуждали, как же так. Россия, кто какие договоренности нарушил, не нарушил, отдав азовцев нам и вернув, точнее, командиров Азова в Украину. И они свободно принимают решения по дальнейшему, допустим, своему применению. И, в частности, они заявили, что они возвращаются на фронт. Как бы интернация такие, как правило, вещи не предусматривает. Все говорили, что да, это Эрдоган наклонил Путина, нажал на него, Путин не выполнил обязательства, не обменял остальных азовцев, поэтому Эрдоган отдал. Так вот, есть официальное заявление Эрдогана о том, что Эрдоган заявил, что он в истории с командирами Азова никого не обманул, потому что ни с кем не договаривался. Ни с кем. Оказывается, Турция не участвовала в договоренностях по Азову. Это были прямые договоренности между Украиной и Российской Федерацией. Президент Турции заявил, что отдал Украине командиров-защитников Мариуполя после личной просьбы президента Зеленского. По его словам, договоренности о том, что военные командиры должны оставаться в Турции, были между Украиной и Российской Федерацией. Турецкая же сторона к ним отношения не имела. Так что, ну тогда ждем от нашего президента. Он нам расскажет, о чем договаривались по Азовцам, по защитникам Мариуполя и какие вообще там существуют договоренности, что дальше будем, как возвращать будем Азовцев. Ну и вишенка на торте сегодня в заключении военно-политического блока это развал пирамиды, точнее развал вертикали власти. Командующий 58-й армией общевойсковой Южного военного округа генерал-майор Попов выступил с критикой. Но он не выступил с критикой, он просто рассказал правду, что творится в расистской армии. Что-то какой там бардак, разброд, шатание и какие огромные проблемы сегодня есть в армии. За что его Герасимов взял и отстранил от должности. Просто, ну, снял. Уволил после, вот пишут, что предательски и подло уволил после доклада о проблемах армии Рашистской Федерации. На что жаловался, о чем говорил этот Попов. Он сказал, что отсутствие контр-батарейной борьбы со стороны Рашистской артиллерии. Отсутствие станции артиллерийской разведки. Это очень хорошо для нас. И как следствие гибели российских оккупантов. То есть, наша артиллерия работает по врагу и наносит ему огромные потери. Также поднял вопрос о необходимости ротации подразделения. У них нет такого понятия, как ротация. Там билет в один конец, прибыл, наверное, на передовую, пока тебя не убили или не ранили. Но если ранили, то еще не факт, что тебя эвакуируют. Которые длительный период времени находятся на линии боевого столкновения и понесли значительные потери. Эти уже почти небоеспособные подразделения не ротируются, не проходят ротацию. Это не понравилось Герасимову, начальнику штаба генерального рашистов, что привело к его молниеносной отставке. За один день отправили генерала в отставку. Он записал аудиообращение, можете послушать в ютюбе, довольно такое, ну понятно, что обижены. И он сказал такую очень классную фразу. Он сказал, нашу армию не смогли, ну рашистскую, не смогли пробить с фронта вооруженной силы Украины. Ну это не совсем правда. Нам удар с тыла нанес старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент. Сказал вот этот генерал Попов. Так что ура, давайте, пауки в банке начали убивать друг друга. Грызите, убивайте. Разваливайте вертикаль управления и деморализуйте войска. Полный вперед. Ну что ж, на этом мы с вами и военно-политическую часть, и вообще первый раздел нашего видео закончим. Я по традиции делаю паузу. По традиции приглашаю, кто не подписан, подписаться на мой канал. Также напоминаю тем, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Когда вооруженные силы Украины хоть по одному направлению дойдут до первой линии обороны, неужели сложно минные поля преодолевать? Ну скажу так, что да, это очень сложно преодолевать. Почему? Потому что нет возможности нормально разминировать поле. А дистанционное разминирование не дает 100% гарантии защиты от этих мин. Плюс не забывайте, не сбрасывайте со счетов рашистскую артиллерию. Но на Бердянском и Мелитопольском направлениях мы практически вышли на первую линию обороны. Так что особенно на Бердянском направлении мы фактически уже дошли до первой линии обороны. О чем я сегодня говорил в оперативной обстановке. Ну а по минам, да, я вам скажу, что они даже... Они даже, рашистские войска, используют маневр минными полями. Используя дистанционное минирование с помощью реактивных систем залпового огня, таких как ураган, смерч. Используя систему земледелия дистанционного минирования. Там одна кассета 50 снарядов, 50 мин ставит противотанковых, если противопехотных и того больше. Используя машины УМЗ, универсальные машины заграждения еще советских времен тоже. Так что в этом плане крайне тяжело. Ну и не забывайте, они окапывались, 9 месяцев они грыли окопы. 9 месяцев. Поэтому сегодня... А мы идем, кстати, малыми силами. Мы еще даже четверти наших войск, которые мы готовили для контрнаступления, не задействовали в боевых условиях. Мы малыми силами и то практически, вот как минимум в двух местах, мы преодолели полосу обеспечения. Вот это все, что до первой линии называется полоса обеспечения. Так что мы движемся и фактически выходим на линию, первую линию обороны. Як будувати виробництво, коли нас бомблять? Не вже це можливо? Да, конечно, это возможно. Даже в условиях войны это возможно. Единственный критерий, который необходим для этого, это надежная система ПВО и ПРО. Но если же наши западные партнеры хотят развивать... Ну вот как Rain Metal сказали, что будут... Они, кстати, отказались в Польше строить там завод, точнее центр по техническому обслуживанию и ремонту танков Leopard и другой немецкой техники. Они, скорее всего, я так понимаю, будут его делать в Украине. Не сошлись в цене с Польшей. Ну, у них там ценовая политика, точнее, про деньги между Польшей и Германией. Это совсем... Это отдельный разговор, очень большой. У них там постоянно по этому поводу есть какие-то терки. Какие-то... Какое-то противостояние. Поэтому немцы, скорее всего, построят. Но для этого нужно ПВО. Ну, вот, кстати, два насамса дают. Почему бы не поставить насамс над объектом, где будут производиться или ремонтироваться танки. Закрыв надежность неба, дальше выставив боевое охранение, пожалуйста, проводите ремонтные восстановительные работы. Плюс гриф секретности, скрытость расположения и условия местности, которые затрудняют подлет ракет и так далее и тому подобное. Вполне возможно. Здравствуйте. А как срабатывает отпадение сами субэлементы? Почему они не детонируют при выходе из корпуса снаряда или даже из ствола? Смотрите. При выходе из канала ствола они находятся в инертном состоянии и у них только взводятся взрыватели. На каждом субэлементе есть взрыватели. Они взводятся точно так же, как и запускается за счет инерции разгона снаряда запускается сам головной взрыватель. Потом, когда они находятся в точке открытия снаряда, срабатывает вышибной заряд. Вышибной заряд отделен от субэлементов специальной перегородкой. Кто занимается охотой, он меня сразу же поймет. В охотничьих патронах порох отделяется от пули или от заряда пыжом. Вставляется пыж, а потом насыпается тот же самый картечь, снаряжение патрона. И таким образом пороховые газы не прорываются вперед и не поджигают или не вредят начинке самого патрона или самого снаряда. И вот эта перегородка является поршнем, который под действием вышибного заряда, под давлением пороховых газов, он просто выбрасывает их, выталкивает их. И дальше они, вылетев из этого корпуса снаряда, сорвав головную часть, они летят себе в свободном полете. А для того, чтобы сработал взрыватель с субэлементом, на субэлементах имеется, либо если это осколочно-фугасное наполнение кассеты, то там шарики и у них контактное действие, они ударяясь об какое-то препятствие, они просто взрываются. Такой принцип их срабатывания, такая детонация. А если это кумулятивная, то они имеют все хвостик и, соответственно, взрыватель в передней части. Хвостовая часть стабилизирует субэлемент в полете, а ударившись о бронетехнику или о какое-то препятствие, этот субэлемент взрывается как обычный снаряд, только маленький. И если он попадает в землю или в какое-то препятствие, он взрывается как осколочный снаряд, кумулятивный. Он так и называется, кумулятивно-осколочный. Если же он ударяется в бронеобъект или в какой-то автомобиль, в какую-то машину, то он срабатывает как кумулятивный заряд. И кумулятивный эффект с прожиганием до 70 мм брони. Вот так они взрываются. Вы говорите, что мы точно знаем координаты, откуда выпустили шахеды. Так почему по этим координатам нельзя ударить? Сколько людей погибло? Очень разделяю ваше мнение. У меня встречный вопрос. Чем ударить? Чем? У нас, во-первых, даже если нам дадут ракеты с дальностью, там вот, ну, Скальп мы предполагали, там, что будет 560, оказывается, она в экспортном варианте 290 км. Есть ракета, та же ракета Скальп. Вот. И Штормшедов до 200 км. Или там 250 км. Вот. Но мы не бьем по территории врага. К сожалению, по территории Рашидской Федерации мы не наносим огневых ударов. То, что там случается в Бавовно, кстати, Бавовно в Краснодарском крае, в том месте, откуда пускают шахеды, она была буквально пару дней назад. Я думаю, что, может быть, она еще будет. Как говорят, какие-то добрые люди пускают вот эту Бавовну на вот эти объекты. И в Курской области, тоже там, на том аэродроме, тоже была Бавовна. Возможно, может она даже повториться. Завтра, послезавтра, не знаю, когда, нет такой информации. Но, к сожалению, западного образца вооружения наши партнеры настаивают на том, чтобы мы не использовали по территории Рашидской Федерации. Почему? Потому что Рашисты заявили, что любой западный снаряд, прилетевший на территорию РФ, будет считаться прямым нападением этой страны, чей это был снаряд или чья это была ракета. Мы пытаемся там сделать дроны с дальностью в тысячу километров, и даже вот там какие-то, может быть, и делали. Но мы на сегодняшний день официально ни разу не нанесли удар, ну, кроме приграничных районов, где мы ведем огонь с артиллерией, подавляя огневые средства противника, ведущие огонь по нашей территории. Это защита, это контрбатарейная борьба. Но вот с дронами там и другими, беспилотниками, допустим, с ракетами понятно, у нас своих нет, импортные нельзя. Партнеры не разрешают, хозяева, собственники ракет не разрешают. Будем так говорить, ни Британия, ни Франция, они говорят, нельзя. Их ракеты используют по территории Рашистской Федерации. Ну, а у нас своих средств, я сказал, только дроны, которые мы разрабатываем. Ну, где они пока мы так и не дождались. Там Укроборонпром кормил-кормил обещаниями перед самым снятием Гусева. И, кстати, и Укроборонпрома уже нету, спросить-то несколько. Хотя перед снятием Гусева его помощница даже там селфи делала с нашим главкомом. И назвала эту фотографию, она селфи-лась с главкомом еще там с некоторыми генералами нашими, высшим военным руководством, да. И назвала эту фотографию «Удачное испытание дрона с дальностью в тысячи километров». Где этот дрон? Мы его так и не нашли на этой фотографии. И в жизни нам никто его не показал. Вот такая вот. Ну, зато она сфотографировала с главкомом. Ну, это очень почетно и очень престижно. Я это прекрасно понимаю. Ну, где дрон? А теперь спросите ни о кое. И Укроборонпрома нет. Поэтому и не бьем. Ну, теоретически, теоретически, да, можно, но практически вы потратите туда десятки кассетных снарядов, чтобы с какой-либо там степенью вероятности, хотя бы 50%, попасть. Дело в том, что субэлементы настолько слабый взрыв, что детонация мины произойдет только в том случае, если этот субэлемент попадет в ту мину, которая установлена. Или взорвется от нее там в 10-15 сантиметрах. Тогда она может быть детонирует. Или ее просто выбросит из земли. Отбросит в сторону. В какую, непонятно. Поэтому нет, вообще практика говорит, что кассетные боеприпасы никогда не применяются для дистанционного разминирования местности. Посмотрите, как работает «Змейка». Артиллерия пробивает коридор фугасными снарядами, пробивает коридор. И там, если мина не сдетонировала, а ну там взрыв какой. Фугасного снаряда, допустим, калибра 155 мм. Кстати, я вам даже приводил пример из истории Второй мировой войны, что снаряд 152 мм, разорвавшийся рядом с средним танком, мог его перевернуть взрывной волной. Понимаете, какая взрывная волна или ударная волна у этого снаряда. Естественно, мины сдетонируют. Поэтому артиллерия пробивает эти коридоры. У нее есть такая огневая задача. Но осколочно-фугасными снарядами в основном на фугасное действие. Если она не сдетонировала мина, то ее сносит, то ее вот эти вот образовавшиеся воронки выбросом земли ее выбрасывают в сторону. Вот вам. Ну а «Змей Горыныч» это вот такой вот 10 см в диаметре шнур. Мощный такой рукав, похожий на бронзбойд. Он пластидом наполнен. Там детонация сумасшедшая. Конечно, эти мины сдетонируют. Особый элемент, он маленький. Их там целое, их там 72 штуки в одном артиллерийском снаряде. Представьте, снаряд 155 мм. Калибр 15 см в диаметре. Внутренний диаметр где-то у него 13, даже 12 см. И длина его там, ну полезная длина где-то 60 см. И засуньте туда 72 элемента. Что они с собой приставят? Куриные яйца, если это осколочные. Или там их гораздо меньше, если они кумулятивные. Там их может быть штук 30. Вот вам. Вот вам и ответ. А вы хотите, чтобы вот эти куриные яйца подорвали ТМ-62, мину противотанковую. С усилием нажатия 160 кг как минимум. Нет, это нереально. А разве наличие коррупции в нашей стране не является одним из двух основополагающих факторов препятствия на вступление в НАТО? Почему они написали второй фактор, если один из двух? А какой же второй фактор препятствия вступления? Война, вы имеете ввиду. Война, да, является. Коррупция тем более является. Кстати, НАТО об этом и говорит. И Большая Семерка об этом и говорит. Весь мир об этом говорит, что с коррупцией надо бороться. Бороться. И вот там пока нам, конечно, показывают, там ловят мелких взяточников. Но пока, опять же, как и предыдущие власти, никого же не посадили. Где хотя бы одно громкое судебное заседание с вынесением приговора суда о наказании коррупционера. И это же мелкие, как бы, мелкие деятели. А где крупные коррупционеры? Где масштаб государства? Где из государственного аппарата чиновники, из высшего руководства чиновники, которые... Или там нету, или там все эти сам, все честные, все белые и пушистые. Нет, так не бывает. Так что, да, это будет камень преткновения. Вот поверьте. Если наше руководство не начнет эту борьбу, реальную борьбу, не на бумаге, не в политических лозунгах, то это будет камень преткновения для вступления в НАТО. Подтвердите или развейте миф о том, что солдат, сидя в окопе, слышит свит приближающегося снаряда и у него есть пару секунд, чтобы укрыться от взрыва и осколков. Или это только в советских фильмах? К сожалению, это только в советских фильмах. Дело в том, что снаряд летит со сверхзвуковой скоростью. Как правило, скорость снаряда где-то приближается к трем скоростям звука. 330 мы берем метров в секунду скорость звука. Ну, 333 некоторые говорят. Снаряд летит где-то 900-1000 метров в секунду. А на излете может и больше лететь. Поэтому сначала разрыв, потом звук. Привет из Черногории. Вопрос, есть ли у вооруженных сил Украины Змей-Горыныч УР-77 или аналог? И какая возможность их применения на тактическом оперативном уровне? Да, есть у нас. У нас есть и Змей-Горыныч УР-77, советская, старенькая. И есть у нас еще американская, по-моему, М-55 или М-57 система, которую мы активно используем для проделывания проходов в минных полях. На тактическом уровне эти системы работают. И только благодаря этим системам мы проделываем... Кстати, эти системы даже научились использовать... Ну, к сожалению, и враг научился, и мы. Но мы тоже им используем в качестве борьбы с пехотой. Особенно в лесопосадках по опорнику кидают этот Змей-Горыныч свой рукав, и опорник или позиция превращается в хлам после такого воздействия. Но они есть и они используются. Довольно активно. Доброго вечера. Рашисты активно используют авиацию против нашего контрнаступа. Почему бы не использовали С-200 против них? Дальность позволяет размещать их на значительной отстани от линии фронта. Было бы удобно использовать их и против литков, которые скидают кабы. К сожалению, нет. Не совсем удобно и не совсем точно. Да, ракеты и разные модификации ракеты С-200 от 200 до 300 километров дальность боевого применения. На последнем участке ракета даже там с самонаводящейся головкой. Но! Она очень низкоманевренная. Дело в том, что комплекс С-200 предназначался для борьбы с бомбардировщиками. А тогда, когда он создавался, в 60-е годы, бомберы были дозвуковые. Ну, будем так говорить, летающая корова. Ну, так, грубо говоря, конечно, чтобы не обижались летчики бомбардировочной авиации. Нет, я про исторические уже раритеты, про динозавров бомбардировочной авиации говорю. Вот, поэтому он маломаневренный и низкоскоростной. И, естественно, ракета 200-го комплекса с какой-то определенной долей вероятностью, не даже не 0,8, там, не 0,7, по-моему, 0,5 или 0,6 была у нее вероятность поражения цели, вот, поражала эти бомбардировщики. Сегодня КАБы, вот эти управляемые авиационные бомбы, по нашим позициям, Российская Федерация сбрасывает современную авиацию, те же Су-34, которые являются высокоманевренным самолетом. И пока 200-ка до него допилит, он уже улетит 10 раз. Плюс противоракетный маневр и отстрел тепловых ловушек, и ракета уже... Ну, тепловые ловушки тут не совсем, потому что у него там... Хотя, если у него тепловая головка самонаведения, то тепловая ловушка уводит эту ракету в сторону. Неэффективно. Вот 200-ку использовать в качестве «Земля-Земля» может быть, да, может быть эффективно. И сегодня об этом, кстати, идет речь, о том, чтобы 200-й комплекс снять с хранения и использовать в качестве ракет класса «Земля-Земля». Но по воздушным целям нет. Там надо, для того, чтобы защититься от этих сбрасывателей КАБов, нужны средства ПВО среднего радиуса действия, которые достают там на 70-80 километров. Вот тогда паритетно будет сброс, борьба с ними. Дальние средства там довольно тяжело против тактической авиации применять. Вот, кстати, вопрос. Он вчера должен был прозвучать, я вчера не дошел до него. Пишут, что дайте, пожалуйста, контакты еще раз организации в Соединенных Штатах, куда можно сообщить о коррупции у нас в Украине. Соединенные Штаты открыли у себя представительство, открыли, дали телефоны и дали контакты по, куда можно сообщать о фактах коррупции в нашей стране для граждан Украины. Это называется, сейчас я вам скажу, что горячая линия для сообщения о коррупции в Украине. Чтобы сообщить о коррупции, можно звонить по телефону генеральному инспектору США напрямую. Офис генерального инспектора США принимает сведения о коррупции в Украине. Есть горячая линия генерального инспектора, это Министерство обороны Соединенных Штатов. Есть горячая линия Государственного департамента, Госдепа США. И есть горячая линия агентства США по международному развитию. Все эти контактные телефоны размещены в описании к этому видео и предыдущему, и будут к последующим некоторым видео. А также они размещены на моем сайте ждanov.at. Ссылка на этот сайт есть на титульной странице моего канала. Так что можете переходить, переписать эти телефоны, звоните, пожалуйста, сообщайте о фактах коррупции. Они будут заниматься... Мы сейчас должны вот-вот, опять, видите, Верховная Рада опять притормозила. Мы сейчас должны со дня на день проголосовать, ратифицировать, точнее, римское право в Украине. И тогда страны, члены клуба будут иметь право проводить свои оперативно-следственные действия на территории стран-членов клуба. Так что американское правосудие сможет тогда в Украине проводить следственные действия и требовать от нашего... точнее, привлекать к ответственности наших граждан за совершение разных видов правонарушения. Так что тут и Верховная Рада должна постараться. Ну и мы ждем, естественно, естественно... Точнее, в Соединенных Штатах ждут, естественно, фактов для того, чтобы начать следственные действия против наших коррупционеров. Звоните, сообщайте, рассказывайте. Там, я так понимаю, что там есть операторы, которые владеют украинской мовою. Возможно, и русским языком. Так что они вас выслушают и все у вас примут, все сведения. Так, ну что ж, мы на этом... Мы на этом с вами, наверное, вопросную часть нашего сегодняшнего видео закончим. У нас останется третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. Сейчас посмотрим. О, есть все они на месте. И первым комментарием сегодняшнего дня, или сегодняшнего видео, который прозвучит в сегодняшнем видео, будет следующий. Да, вот очень интересный факт, кстати, комментарий, считаю, его надо довести. В Краснодаре застрелен замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Украинские СМИ обвиняли его в ударах по Виннице. По предварительным данным, 42-летнего Ржицкого застрелили в 7 часов утра во время утренней пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Убийцы выпустили в него несколько пуль, они попали ему в спину и грудь, он скончался на месте, стрелявшись, бежал. Ржицкий, капитан 2-го ранга, украинские медиа утверждали, что он командовал подводной лодкой «Краснодар», которая участвовала в обстреле города Винница и выпустила калибры из Черного моря в июле прошлого года. Так что вот такая вот карма настигла. Упомните, пожалуйста, вот такой комментарий. Просят меня упомянуть, пожалуйста, бой в населенном пункте Баштанка, когда фермеры с двух стволками встретили колонну расшистов в 300 единиц техники. Они шли через село Доброе, это вот автор пишет, мое село, в котором моя сестра является старостой. Ее искали и хотели расстрелять. Но, к сожалению, мы еще не всю собрали историю вот таких вот отдельных эпизодов этой войны. Поэтому, если есть очевидцы или те, кто владеет информацией по этому бою, я с удовольствием ее оглашу на своем канале, для того, чтобы она стала достоянием гласности. И ее включили в историю этой Великой Отечественной войны, нашей Великой Освободительной войны. Когда фермеры с двух стволками. Я знаю, что наши, те, кто имел охотничье оружие, я знаю примеры, когда люди уходили в леса со своих населенных пунктов и отстреливали оккупантов, как дикое зверье. Таким образом защищая свои дома, населенные пункты от вторжения и оккупации расистов. Так что, если есть информация, есть свидетели, напишите, я озвучу всю эту историю этого боя. Это чудовищное открытие среди образованных людей стало для меня настоящим потрясением, когда миллионы людей требуют не просто наказать ни в чем не повинных людей, а требуют их уничтожить. Я думаю, что это имеется в виду о геноциде расистов в отношении нас, украинцев, как нации, как народа, как государства. Привет из солнечного Ташкента. Слава Украине. Слава нашему украинскому незламному народу. Перемога за нами. Пытаясь отодвинуть Украину от НАТО, Путлер сам втолкнул Украину туда. Если план Путлера состоял в том, чтобы НАТО расширить границы и укрепить, и укрепилась, то Путлер самый гениальный стратег в мире. Самый, я бы назвал его так, самый большой расширитель НАТО. Вот такое можно ему дать определение. Проведите опрос среди россиян, видят ли они Аллу Пугачеву в президентах России. Она лучше и любима народом. Что же, интересный опрос. Напишите в комментариях. Может быть, я и поставлю на канале опрос про Аллу Пугачеву. Надо подумать. Никогда такого не делал. Есть у меня чувство, что Орбан слишком много хотел и, как в сказке, остался у разбитого корыта. Думаю, ему сказали, что типа ты вычерпал наше терпение, теперь шаг влево, шаг вправо – исключение. Либо полная приостановка в обоих альянсах. И что-то мне подсказывает, судя по запросам Эрдогана, он тоже большую часть пути по допустимому нагляжу уже прошел. Посмотрим, чем это все закончится. Главное нам, украинцам, не забыть и не простить в будущем всех, кто помогал Аркастану и всех, кто нагло наживался на нашем горе. Батька наш Бандера, Украина Маты. Цей слоган зараз у всех на вустах. Все буде Украина. Спасибо всем людям, которые оказывают поддержку Украине, будь то финансовую, военную, гуманитарную или даже моральную. Верим в победу вооруженных сил Украины над всеми оккупантами и выдворение оккупантов с территории Украины. Да, в сумских селах в 5-километровой зоне уже с весны почти никого нет. В Мирополе, к примеру, из 3000 оставалось на май месяц 20 человек. Стреляют постоянно. В основном минометы, пулеметы, снайпера, реже пушки и РСЗО. Про шахеды все знают. Один сбили за городом, один в городе. Два по четырехэтажке попали. Люди погибли. Вот такая вот обстановка в этой прифронтовой зоне в Сумской области. В НАТО принимают не армию, а государство. Вы действительно считаете, что Украина соответствует хотя бы половине требований? Критерии. Первое. Обеспечение демократического контроля над национальными вооруженными силами. Второе. Постминистра обороны должны занимать только гражданские лица. Ну, тут мы соответствуем. Страна-кандидат не должна иметь территориальных споров с соседями. Надо закончить войну. Все правильно. Ну, по-первых, у нас обеспечение демократического контроля над национальными вооруженными силами отсутствует напрочь. Надо создавать с нуля. Тот, который есть, это так, сбоку припеку. Структуры и оснащение вооруженных сил должны соответствовать стандартам Альянса. Ну, тут нам надо еще работать и работать. Мы не успели. У нас, кстати, к концу 2023 года должны были мы закончить полный переход вооруженных сил Украины на структуру и стандарт Альянса. Украина есть декларация о государственном суверенитете, которая прямо и недвусмысленно указывает на нейтралитет и неучастие в военных блоках. Нет, у нас такой декларации нет. И мы, кстати, внесли поправку. У нас есть небольшое противоречие сегодня, потому что в Конституции Украины записано, что Украина нейтральная страна. И тут же в Конституции мы вписали, что наш курс это вступление в НАТО и в Европейский Союз. Нам надо просто и в Конституцию убрать строчку о том, что мы нейтральная страна. Вот и все. Это самое простое и самое элементарное, что нам предстоит сделать. Как дела с коррупцией в Украине и так далее. При Балте и шли до НАТО всего 14 роков. Мы в НАТО можем прийти, видите, как нам говорят, можем прийти очень быстро, даже без плана подготовки членства. Но я думаю, что из всего того, что вы перечислили, во всяком случае здесь, нас заставят выполнить. Заставят. Потому что сами вряд ли наша власть согласится на добровольное линчевание. Или мы не будем в составе НАТО. Тут третьего варианта уже, наверное, не будет. Запад уже дальше никаких поблажек давать не будет. Российский бюджет недосчитается почти 2,6 триллиона рублей. Это 28 миллиардов долларов налоговых сборов. В 2023 году из-за сокращения экспорта газа в Европу сумма сопоставима с годовым бюджетом государственной медицины по ОМС. 2,9 триллиона рублей. Я не знаю, что такое ОМС. И постскриптум, здесь же приписка. Всего за год российская армия в хлам разгромила российскую экономику, промышленность, внешнюю политику, науку, спорт и образование. Колоссальный успех. Ну что ж, вот на такой оптимистической ноте мы закончим с вами сегодняшний видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за внимание и за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю, по традиции, кто не подписан, подпишитесь на мой канал, смотрите видео в оригинале на моем канале. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим вирыты в силы обороны Украины. Наша слава Украине.